Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эсо. Сегодня у нас суперинтересные сплетни. Самое горячее, что я собрал за последние сутки. И нам стоит это пообсуждать. Поговорим, конечно, на нападение на Дональда Трампа. Слишком много вопросиков по поводу этого нападения. Пообсуждаем, порассуждаем, покидаем теории. Поговорим про безумную Ксению Бородину. Боже мой, какой одно у нас интересный слив. Поговорим про абсолютнейший ад на земле, через которую шла Нюша. Полный слив на ее бывшего Сивова. Это стоит пообсуждать. Ну и, конечно, блаженная Аннушка Седокова. Ух, вот это слив, которого мы ждали долго. Короче, милые мои, схватили свои кофейники Дольче Габбана для Виолетти до края в полный кофе. Нам будет, что сегодня пообсуждать. Пропустил я сутки. Наперед мы записывали. О, боже мой, ребята, невозможно успеть по графику. Все в отдыхах, все в разъездах. Поэтому, но все равно стараемся каждый день, чтобы какой-то контент был. Например, вчера был вот этот вот стрим. Спасибо огромное. Полтора часа стрима. Общались, смеялись, ругались. Сейчас там так и не было. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Был восхитительный стрим. Спасибо всем за общение. Спасибо всем за донатики. Очень признателен. И, конечно, вчера у нас также вышел вот это вот гадание на Гагарина с моей любимой мамой. Мы опоздали. Не в субботу выложили, а в понедельник. Но вот по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Ссылка на нее будет также в описании к этому ролику. Шикарное гадание. Постарались, а расставимся. Тачка надвис. С кем спеет? Есть ли амурное отношение с Медведевым? Какие вообще терки у нее с Кремлемым? Почему она присягнула дьявола? Все в нашем гадании. Обязательно посмотрите, кто пропустил. Но самое важное. Пропустили мы прям-таки шокирующую новость. На предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля во время выступления Дональда Трампа перед избирателями на него было совершено покушение. О, боженька ты мой. Буквально в миллиметрах пролетела эта самая пуля. Мы не будем выставить ни одну фотографию, потому что YouTube не любит фотографии графического момента. Ребят, не про свободу слова. Спасаем монетизацию, сами понимаете. Но переходите в мою телегу. Там у меня все в деталях, все фотки, все видео, как это все случилось. Шок. Конечно, шок. Ну, как-то так. Бывший президент. То есть, вы понимаете, да, бывший президент Соединенных Штатов. У него пожизненная охрана. И не просто охрана. Там не просто какая-то охрана. Там спецслужбы. Там такая охрана, которая, наверное, сложно такую охрану кому найти. Это лучшее из лучших. Это прям-таки вишенка на торте. Самая крутая охрана, которая может быть. И вот серьезно у нас что получается, да? 20-летний пацан, как сообщается, залез на крышу в 140 метрах от трибуны, где выступал Дональд Трамп. И он начал делать свое черное дело, да? Один человек отдал Богу душу. Двое были в госпитале в тяжелом состоянии. И сам Дональд Трамп отделался буквально царапиной, в прямом понимании этого слова, царапиной на ухе. Буквально в сантиметре от. Даже меньше, чем, наверное, сантиметр. Знаете, ребят, я очень много думал насчет этого. Это немыслимо. Вы понимаете, ситуация такая, она немыслима. Она практически немыслима. Невозможно представить себе такую ситуацию, что на будущего президента, возможно, у президента кандидат, президента Соединенных Штатов, бывший президент Соединенных Штатов. То есть человек, которого дышит с придыханием и мимо птицы не пролетит, вы понимаете, не будучи контролируемой. Как вообще происходит такого толка митинги? Приходят за несколько дней до, приходят спецслужбы, стоят на месте, где находится эта самая трибуна. Они смотрят вокруг. Не просто смотрят, мы вышли, посмотрели рот Розяев. Они смотрят, реально анализируя потенциально опасные места, откуда человек может произвести нападение на кандидата. Дональд Трамп неимоверно спорный человек. Дональд Трамп это человек, у которого гигантское количество врагов. Последнее, что я хочу видеть, это Дональда Трампа на месте президента Америки, особенно в наше время. Но, то есть вы понимаете, люди приходят, они анализируют, и все спорные моменты они берут под контроль. Здесь же, говорят, видели мужика с этим парнем, с оружием. Люди видели, которые из этой публики. И никто, они говорят, вон человек там что-то, там залег, там сейчас что-то будет. Игнор, полнейший игнор, пока не произошло, это попытка покушения на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки. То есть вы понимаете, то, что сейчас произошло, этот момент, когда Дональд Трамп взвивает, значит, кулак в воздух. Нас не сломить, я за Америку, там сделаю все, что угодно. Это было настолько роскошнейшей пиар-акцией. Та фотография, где его прикрывают четверо телохранителей, она, скорее всего, возьмет пульсерскую премию, и там, и флаг Америки, и он с этим кулаком. И так это все графично, и так это все, есть по-английски выражение, picture perfect. Великолепная картинка, как вот нарочно, не придумаешь. И вы понимаете, ребят, вот эта вот царапина на ухе Дональда Трампа, возможно, и приведет его сейчас на президентский пост. Особенно в контексте того провальных дебатов со стороны Байдена, Джо Байден, но он спящий, он спящий, он уставший, он, к сожалению, пожилой. И если сейчас они не поменяют своего кандидата, они, возможно, проиграют, и придет человек с позициями и взглядами Дональда Трампа. То есть вы понимаете, что произошло, а в случае с Дональдом Трампом, эта царапина на ухе, возможно, приведет его на президентский пост. Понеслось же полнейшее безумие из России, полезли просто, господи, боже мой, невозможно проанализировать нормально, адекватно смотреть на эту ситуацию. Украина может быть причастна к покушению на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 14 июля заявил член Международного комитета Софеда Сергей Цеков, цитата. Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывал о соглашении Трампа, который пообещал в случае избрания президента США положить конец военному конфликту в Украине, призывая власть США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб. И второе, дорогие мои, у меня сложилось впечатление, пишет Виталий Бородин, что Дональда Трампа сегодня реально пытались убрать сотрудники СБУ, так как Зеленский понимает, какую несет угрозу для Украины. Безумие, безумие со стороны Кремля, оно просто нескончаемая волна безумия и неадекватности. Это одно, мы, конечно, не будем сейчас серьезно анализировать этот самый бред. Здесь у меня больше вопросов. Как такое могло произойти, как могло такое случиться, что человек практически на глазах всей планеты чуть не отправил кандидата в президенты на тот свет? Как такое могло произойти? Понимаете, ребят, сразу же нашли, сразу же обезвредили этого человека, отправив на тот свет. То есть, по факту, никаких свидетельств нет, никаких показаний нет, ничего подобного нет. То есть, человек унес свою тайну на тот свет, записав прежде видео, где он сказал, что он сделает эту самую попытку уничтожить Дональда Трампа. По факту, я очень много думал насчет этого, это будет сейчас вот эта вот попытка покушения на Дональда Трампа, одна из величайших мистей в международной политике, когда вроде бы все ясно, вроде бы все на поверхности, но по факту этот инцидент, скорее всего, возможно, есть хороший шанс приведет Трампа к победе, и мы будем иметь неотвеченные вопросы, а вопросов слишком много. Как, в принципе, могли допустить спецслужбы президент, возможный будущий потенциальный президент Соединенных Штатов. Такое, в 140 метрах, серьезно, он залег на крышу, вообще, никакие там спецслужбы это все не контролировали? Вы что, серьезно? Не верю ни слову, не верю ни слову, милые мои. Сейчас послушайте ваше мнение, что он мне сказать по этому поводу, но это, конечно, такой фарс, непонятный мне, непонятный абсолютно, который логично не укладывается у меня в голове. Серьезно, в 5 миллиметрах пролетело мимо, а может просто целились в ухо? Слишком много вопросов, давайте пообщаемся в комментариях, ну и, конечно, ребят, я пообещал со вторника, со среды, когда я буду дома, мы начнем разыгрывать уже, потому что сейчас вот так вот в походных условиях разыгрывать что? Восхитительные Дольче и Габана чайники для Биолетти, которые сделаны, восхитительный коллаб. Мне этот синий коллаб нравится даже больше, чем красный, а красный мы уже разыгрывали, и все равно красный чайник будет один из розыгрышей между вами сплетниками. Все, что нужно, это подписаться на мой влоговый канал, ссылка на мой влоговый канал будет в описании к ролику и в закрепленных комментариях, и под любым из моих видео во влоге вы можете, милые мои, оставить комментарий, и по этим комментариям рендомно будем выбирать в день по выигравшему. Шикарные кофейники, не пожалеете, и все, что нужно для участия, подписаться на влоговый канал. Присылает мне пташка очень интересную информацию, дорогие мои, вы понимаете, ребят, у нас здесь после вот этого самого видео, по этой ссылке можете пройти по ссылке, где я разнес в пух и прах Анну Седокову, я разнес в пух и прах даму из Краснокаменска. То есть мы говорим, конечно, про выжить в Дубае шоу, и которое, с моей точки зрения, сорвали все эти самые маски с их безобразных лиц, и мы увидели их настоящее нутро. И очень многие из вас сказали, господи, мисс Краснокаменск, она восхитительно эмпатичный человек, от нее невозможно оторвать взгляд, она просто шикарная дама, это одно. Про Анну Седокову, про блаженную Аннушку, ой, боже мой, на бедную Анну, она огромный эмпат, у нее сердечко болит за всех, какая шикарная женщина. Ребят, давайте сейчас про Анну Седокова. Пишет мне пташка, а, про Седокову, долго молчала, но у меня сегодня плохое настроение, анонимно только. Пташки, это вы, дорогие мои сплетники-сплетники, которые летите в директ моего Инстаграма или Телеграма, присылаете свою информацию, которую вы знаете, и мы с огромной удовольствием это все комментируем, оставляя вас анонимными. Аня в адеквате, только когда трезвая, много раз выходили с ней и Янисом, ей пить категорически нельзя, у нее едет крыша просто напрочь, она просто начинает приставать к другим мужикам и вести себя как хабалка. Янис первое время очень нервничал и переживал, сам пацан он неплохой, пишет Пташка, но она очень с душой относится к ее сыну, что тоже плюс, как к своему, и это большой показатель, но она его просто довела и сожрала. Она, когда выпьет, начинает подкатывать ко всем, его друзьям и посторонним мужикам, хамит, шлет на три буквы, перепады настроения и ужасная биполярка. Первое время Янис целовал в прямом понимании слова «песок», по которым ходила Анна Седокова. Потом она, пацана, так сломала своими выходками, что вместо того, чтобы тренироваться, начал сбухиваться. На этой почве, как мне кажется, у него произошла подмена понятий, и он стал ужасно злым. Она очень неуважительно с ним общалась при людях, а он Анечка, Анечка. Недавно в выпуске видела, что девушка слила его сообщение «Моя хорошая подруга». Вот в этом видео мы говорили, по этой ссылочке можете пройти посмотреть. Янис подкатывал к моей хорошей знакомой из Латвии. Раньше он так ее на эмоции пытался выводить, очень пытался наладить отношения с Анной. Ей плевать, у нее свое кино, когда трезвая в адеквате, но пьет она часто. Сказала, ты мне мешаешь развиваться, давай просто будем на свободных отношениях с тобой. Вон оно как. Анна Седокова. Давай будем просто на свободных отношениях. Вы знаете, для меня был большой такой звоночек по поводу Анны Седоковой в шоу «Выжить в Дубае», когда у нее перепады настроения, даже не просто перепады настроения, а расшатанная нервная система. От легкого такого дипломатического комментирования ситуации до слез на глазах, до смеха. И все это проходит вот в этой вот амплитуде непонятных эмоций, которые в итоге, в итоге мы имеем перед своими глазами абсолютно неадекватного человека, которого мотает от и до буквально в течение трех минут. Я очень много думал и очень много размышляю в принципе по поводу публичных личностей. Понимаете, ребят, запрещенка и вот этот вот нервный срыв, когда ты всегда должна быть актуальной. Это шоу-бизнес. Это неимоверно жесткая и жестокая субстанция, вот этот вот мир, где ты должен постоянно стоять на цирнах. Ты должен постоянно выжимать из себя инфоповоды, чтобы тебя цитировали, чтобы о тебе писали. И это неимоверно сложно, потому что как публичные люди, как непубличные люди, у всех у нас абсолютно скучная жизнь. И постоянно хронически быть актуальной и на коне, это тот груз, который не дает тебе дышать, спать, жить. И понимаете, если для обыкновенного человека, обыкновенного рабочего человека, работающего человека, не в шоу-бизнесе, это не важно, они не могут понять боль вот этих вот метаний, то для человека в публичном вот этом вот поле это критично. И поэтому ты смотришь на максимально расшатанную нервную систему, человека колбасит просто не по-детски. Все вы видите пример такого безумия. Это Волочкова, это та дама, которая спилась, у нее же ее тема, да, меня он уничтожил, Керимов, да, меня он уничтожил. А как он тебя уничтожил? Он тебя уничтожил, Волочкова, таким образом, что он тебе просто деньги перестал давать. Он тебе перестал давать деньги, в твоем мире он меня уничтожил, да. Неадекват, сплошно неадекват. И вот эта блаженная Аннушка, да, которую, упаси Боже, спустишь с поводка, прошу прощения за фигуру речи, понесется. Всех мужиков надо прятать, потому что Анна после трех бокалов просека теряет себя, и ноги просто раздвигаются на раз-два. Пишет мне другая пташка. Сивов, это абсолютно отвратительный человек, которого вообще никогда в жизни хуже не встречала. Наверное, это хуже, чем потап, пишет наша пташка. Это такое днище, и ты себе представить не можешь. Мы здесь, конечно, говорим про мужа Нюши. Это очень важно, чтобы здесь поняли, о ком говорят. Игорь никакой не чинуш. Все мы здесь были убеждены, я был убежден. Знаете, настолько плевать на Сивова, настолько плевать на Нюшу. Но для меня неимоверно интересна вот эта вот позиция, когда на примере подобных деструктивных отношений мы, в принципе, делаем какие-то жизненные уроки. Я именно с этой точки зрения говорю. По факту, все, кого мы здесь обсуждаем, они неинтересны. Но мне интересно делать жизненные выводы и учить какие-то уроки на тех проколах людей, которых мы здесь обсуждаем. Он обычный мини-предприниматель, который еле семью тянул. Бросил жену, когда там была, на шестом месяце, говоря открыто, там не было ни до любви, она сама хотела ребенка. Но Нюша сама по себе очень классная, добрая, порядочная. И все проблемы от того, что она наивная очень. Мать Нюши тоже нормальная, но я считаю, она должна была сделать все возможное, чтобы она не была с Игорем. Игорь появился в ее жизни, когда Нюша рассталась с Кридом. Подъехал с Кридом. Рассталась с Кридом. Поговорим про Кридо чуть позже, да? Он, значит, ей лил в уши, он очень дешевый, и денег у него категорически нет. Они жили на ее деньги, и он пришел в ее жизнь и занял место ее отца, который всю жизнь распоряжался ее гонорарами. Нагло и грязно тратил ее деньги, сам ничего не делая, просто пиарист на ее имени. Когда Нюша залетела, он вообще в себя поверил. Помню, они приезжали, это не могу сказать. Там крохобор, причем мелочный и такой, знаете, нищебродский, да? Значит, Нюше было очень неудобно, и она очень смущалась, но не могла ему перечить. Мы... Не могу сказать, что дальше было, да? В итоге Нюша сгорала со стыда хронически с ним. Была замучена и уставшая, и всегда молчала, как будто не могла ему перечить. У нее были какие-то попытки что-то сказать, но он всегда грубо ее обрубал. Когда она родила, роды у нее были очень тяжелые. Просто пошел бухать в местном карауке с хозяином ресторана в приватной комнате. Что они там делали, осталось только догадываться. Она лежала одна в больнице, он ее почти не навещал там. Потом просто продал ее за 15 тысяч долларов в 2018 году, чтобы она выступала главным гостем Нового года в этом же ресторане. Он даже не спросил, как она себя чувствует и готова ли. Она очень долго останавливалась после рода. Он пользовался ей, как только хотел. Он ее сломал, у нее уже тогда потухал взгляд. Поэтому не осуждаю ее, что у нее такое отношение с детьми. Он изменял ей все время, в то время, как она зарабатывала деньги. Забавная ситуация, да? Она забавная и непонятная лично мне. Что за стокгольмский синдром? Какая ужасная ситуация, когда ты во власти у мужика, и твой мужик ментальный абьюзер, и абьюзер тебя финансовая, да? И вот только к чему я подвел сейчас, да? Давайте порассуждаем на тему, какой Игорь Сио-коуч. У него есть книга «Ненавредители». Книга о том, как заниматься воспитанием детей. Он, значит, написал книгу. У него постоянные хронические ретриты. У него постоянные какие-то тренинги и марафоны. Все это он делает, и на этом он сделал действительно огромное состояние. Но, и вот теперь представьте себе, чему может научить человек с таким вот послужным списком, с таким вот стилем жизни, с такой вот ситуацией, когда ты владеешь своей женщиной. Ты взял ее. Я не могу сейчас сказать свою любимую фразу. Вот мужик, он такой, знаете, он с думающей головой. Его уже нельзя вот так просто любовницу взять и увезти за узды в стоило, да? Это мы говорим про то, когда любовница виновата, или любовница, или мужик все-таки виноват. Но в данном случае я прочитал историю жизни с ее мужем Нюши. У меня сложилась четкая позиция по этому поводу. Есть моменты, когда ты впадаешь в жуткую зависимость от своего супружника, и который делает с тобой что хочет, зарабатывает на тебе, тратит свои деньги, и ты просто в каком-то максимально запертом состоянии с этим человеком. И повторюсь, подведу опять к этой ситуации. Чему может научить бизнесмен абсолютно мелкая сошка, который не мог свести концы с концами, который бросил свою жену на шестом месяце, который абьюзил свою эту самую Нюшу? Каким родителем он может быть? О каких семейных отношениях он может вещать? О какой семейной вообще жизни он может вести речь, когда он в том состоянии, когда он занимался подобным, вот со своей женой? Ребят, у меня одна мысль. У меня просто одна мысль, которая меня не отпускает. Сколько вы можете поддерживать своим рублем, долларом, евро, гривной этих инстаграм-мошенников, инстаграм-мошенники, ребят, когда вы не знаете их подноготно, когда вы не знаете детали их личной жизни, как вообще в принципе можно сейчас поддерживать кого бы то ни было, милые мои, в контексте «научи меня, как жить эту жизнь» человека из инстаграма. Помните? Маша Новосад. Маша Новосад – блогерша из Ютуба. Сейчас она же заявила, сейчас она ушла из Ютуба. Вся эта история, да, возможно, моя аудитория уже плохо знает, а кто помнит, тот помнит, да. И вот сейчас Маша Новосад, живущая в Лос-Анджелесе, человек, имеющий нулевое психологическое образование, нулевое образование сексолога, этого психоаналитика, психиатра, у нее ноль образования в этом деле, да. У нее сейчас опять открытая линия с Машей Новосад, где она будет брать у волнующихся тинейджеров их звонки в прямом эфире и будет обсуждать с ними, с точки зрения профессионала и ментора, их интимную жизнь. Маша Новосад, у которой ноль образования, она будет анализировать людей, их проблемы интимного толка, молодняк, да, и она будет за это брать деньги. У нее есть своя вот эта вот школа, там, как развить себя, принять себя, заигралась девка в Керри Брэдшоу и секс в большом городе. Ребят, у меня вопрос в другом. Сколько можно кормить людей с нулем образования из Инстаграма, отсылая им деньги? Это безумие, дорогие мои, это полнейшее безумие. А вот когда начинает, вы знаете, вот этот вот нарыв вскрывается, и у нас получается вот такой вот кошмар, и ты понимаешь, этот дядя написал книгу, писал ли книгу он, или это написал гострайтер, он на этом сколотил состояние, обучая неумных вас, кто тратит их. Я сейчас объясню. Каждый, кто отослал ему или подобному, вот, учителю из Инстаграмчика свои деньги, вы глупые люди. И у меня ноль уважения к вам. И я рад, что вы потеряли свои деньги, потому что я надеюсь, таким образом вы выучите урок в этой жизни, что не можете вы поддерживать абсолютную халтаму из Инстаграма. Надеюсь, что они покажут вам свет в конце тоннеля. Сколько можно поддерживать мошенников? А мужа, этот самый Нюши, серьезно, с таким послужным списком. А вы знаете, Депь, а у меня вопрос такой, да? Здесь это писало нам про Нюшиного мужа, один из людей, который был вхож в их семью, который знал эту самую семью изнутри со всеми ее грязными деталями. И вы понимаете, у меня вопрос. У меня же смотрит реально очень много людей, и люди, которые были вхожи в это самое семейство. Неужели стоит продолжать молчать, вот замалчивать вот эти вот детали, стараясь выгородить их какие-то непонятные там семейства, да? Которая на поверхности была максимально идеальная, а внутри была просто тонна грязи. Неужели вот все молчали, и никому не было что сказать? Как вы спите ночами, когда вы увидите вашу подругу, это же, у них же не один человек был вхож в семью, правильно? Вашу подругу и в хвост, и в гриву, и вы молчите. Антоша, ничего не сливаете. А что стоит выгораживать этого самого невменяемого силового? Может быть, это просто у меня какое-то вот обостренное чувство справедливости. Мне хочется донести правду, мне хочется раскопать всю эту грязь. Мне хочется это сделать, потому что я не верю ни одному инстаграм-мошеннику. Каждый из них, даже с образованием в инстаграмчике, это все равно мошенники, милые мои. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и, конечно, давайте посмотрим на... Вот сегодня была эта самая свадьба. Свадьба века, дорогие мои. Свадьба века. Мы говорим про семью Анната Амбани и Радики Мерчан. Прилетели все. Это было какое-то безумие. Понимаете, там рубины. Рубины, это шла бы такая какая-то тема. Всю свадьбу, да? Тысячи гостей, из которых Ким Кардашьянов, выглядящий. Я не знаю, какие-то непонятные ноздри оттянутые. Ну, нелепость, нелепость. Да, я понимаю, это все в индийском стиле, но это как на коровы седло надо одеть, да? Рубины, дорогие мои, или как там, изумруды, да? Что зеленые вот это? Они измерялись не каратами, а килограммами. Килограммами. И вы понимаете, вы видите этого жениха? Она там банит. Я понимаю, у него болезнь. Я понимаю, у него генетический вот этот вот сбой. Он выглядит, как выглядит, да? Я мог бы сказать, господи, как же можно любить деньги, чтобы выйти замуж за такого. Потому что сама Радика Мерчанта, она неимоверно красивая девочка. Она из неимоверно богатой семьи, да? Для меня непонятна эта свадьба от и до, да? В большую и светлую любовь к этому анатомбане я не верю абсолютно, да? Человек выглядит как пародия вообще на мужчину. Я понимаю, он больной человек, но Радика Мерчанта, она же не больная, она же выглядит абсолютно восхитительно, да? Понимаете, для меня весь этот брак, он вызывает огромное количество вопросов. Про любовь, большую любовь я не верю. Я верю, это, конечно, какое-то слияние капиталов. Это две богатейшие семьи Индии соединились вместе. Вот знаете, такой вот дворцовый брак. Он был дворцовый брак, серьезно, да? Одни в фармацевтике, вторые, вот металл и прочее. Это мега богатые люди. И произошло на наших глазах слияние капитала. Про любовь ни слова, не верю, не верю, да? Я повторюсь, ребят, я смотрю, там каждая собака, в прямом понимании слова собака, была одета в шелковые костюмы, расшитые там драгоценными камнями и золотом. Денег было вбухано просто какое-то нереальное количество. Это инстаграмные отбросы, мы говорим, конечно, про сестер Кардашьян. И здесь засветились, да, везде им надо покивать своими этими сальными гривами. Ничего более отвратительного я не видел. Да, я хочу поправиться, конечно, ребят. Я завидую, да, исходить из этого. Я максимально завидую, поэтому у меня такое негативное отношение к этой свадьбе. Когда поднялся этот самый не скандал, а тихий от количества денег. Там свадьба, я не знаю, в миллиард, наверное, обошлась. Ну, правда, там какое-то безумие было. Деньги сыпались. Вот самосвал, вот, знаете, образно выражаясь, приехал самосвал с кучей денег. Вот сыпали, и второй приезжает, сыпали. Вот так вот проходила эта свадьба, да. Ни вкуса, ни ля-класса, ничего там не было. И когда поднялось вот это вот непонятное возмущение в стране, в Индии, да, где не десятки тысяч, не сотни тысяч, десятки миллионов людей живут за пределами вменяемого. Не просто за гранью нищеты, а вообще дно, вот грязь. В этой стране эти люди играют в свадьбу. Они, значит, оплатили что-то двум тысячам молодоженам. Их свадьбу подарили кухонную эту технику, ну, ерунду какую-то, да. То есть, я уверен, там кольцо, наверное, на пальце мамаши Аната Амбани стоило, чтобы покрыть все эти две тысячи свадеб, которые они оплатили. Построили семь храмов. Какие семь храмов? Какие две тысячи людям вы оплатили их свадьбы? Понимаете, ребят, вы просто представьте себе. Это не мои деньги. Я знаю отлично, я не имею права считать чужие деньги, но вывели это все в публичный доступ. Почему бы нам не посчитать это все? За эти деньги, я не знаю, может было просто сотням тысяч людей построить какие-то вменяемые квартирки, чтобы они хотя бы хоть как-то могли нормально существовать и быть тебе благодарным. Они могли бы очистить полностью, наверное, эту реку, как она называется, их священная река. Они могли бы вывести весь тот хлам, который в окрестностях Мумбаи лежит. Они могли бы это сделать. И, наверное, тогда весь мир бы сказал, господи, ну, есть богатые люди, которые действительно заслужили. Да, вот они заслужили просто какие-то килограммами, ребят. Измерялись каратники. Я повторюсь, я завидую, конечно, я завидую, да. Ничего более безобразного, чем свадьба века, я не видел никогда. И все эти, ой, давайте пересчитаем, сколько карат здесь, сколько сотен миллионов это стоило, сколько эту собаку одели в сотни тысяч евро. Это безумие. Это пир во время чумы. Я понимаю, не знаю, богатейшая семья Норвегии. В жизни, во-первых, такое не случилось, потому что у скандинавов, неважно какие-нибудь, я был у богатейших семей Норвегии, я был у них дома. Бухюс, кажется, называется мебельная фабрика. И вот у основателей мебельной фабрики, мебельных вот магазинов по Норвегии, кажется, Бухюс назывался. Кажется так. Был у них дома. Миллионеры, реальные миллионеры. Дома в Л.А., дома, я не знаю, там в Лондоне, дома где угодно. Деревянный вагонка обитых. Я не говорю, что это тоже крайность, я это все понимаю. Но я просто говорю, я мог бы понять, что такая свадьба произошла в какой-то счастливой Швейцарии, образно говоря, да, где и так все, в принципе, богатые. Но когда из Индии, когда десятки миллионов людей реально в прямом понимании слова живут меньше, чем на доллар в день, это безобразие транслировалось. Это все, это Ким Кардашьян с этим безумным обвесом на своем ноздре. Господи, я повторюсь, ни вкуса, ни леокласса на фоне ужасающей какой-то безработицы и нищеты. Я в шоке был от этого. Из жених, да? А какой любви к этому? Он ходить нормально не может. Молодой парень, тяжело больной пацан. Слияние капиталов произошло. Пятый раз повторюсь, я, конечно, завидую, поэтому это можете уже не повторять. Но интересно, как вам осадочек такой по поводу всего этого. Отрывочек, концовочка у нас, только концовочка совсем. С паблика нам прислали. Есть видео с Ксенией Бородиной и история, значит. Хочу поделиться анонимно. Сегодня подруга вылетала из Бодрума, заранее оплатив услугу в фасттрак. Фасттрак, это когда ты идешь не через общую массу людей, которые чекинятся на самолет, а есть быстрый вот этот вот проход, когда ты, например, 30 долларов стоишь, ты проходишь через быстрый фасттрак на стойке регистрации. Значит, Бородина данную услугу не приобрела, но в очередь залезла. И когда всех купивших попросили пройти вперед на просьбу, отойдите, пожалуйста, она ответила нет. Тогда охранник моей подруги, предварительно предупредив, мягко отодвинул ее в сторону. Вой ставил похлеще, чем на болотах. Осознанная Бородина строила такой трехэтажный мат, что дома 2 такая стройка и не снилась. Подруга успела записать на видео концовку, и вот мы сейчас эту концовку видели. Естественно, что я телефон достала, когда уже все закончилось. Она просто орала таким матом, и все на три буквы, и все такое. Господи, боже мой. Вы знаете, только что наткнулся, буквально сегодня, когда искал сплетни, новости на видео самой Бородины. Знаете, ребят, она настолько красивая женщина, Ксения Бородина, и вот объективно, она объективно очень-очень миловидная девчонка. Учитывая, что она рожала детей, учитывая, сколько ей лет, она очень хорошо выглядит, вот объективно. Восхитительные волосы, хорошо сделанные зубы, она выглядит круто. И я поймал себя на мысли, как такой может быть диссонанс лично у меня, когда у нас столько миловидной, симпатичной, фотогеничной женщины, такое идет вот отвращение к ней, что словами не передать. Настолько адово отвращение к Бородине, это просто какой-то шок. Бородина, вот тебе жизнь, вот знаешь, ты фартовая, да? Тебе жизнь, вопреки твоему гнилому нутру, она тебе дает, давала все же какие-то плюшки, да? Ты выросла на этом доме-два, что тоже карьеру, ты смогла построить карьеру. Ты не исчезла где-то там, а ты действительно до сих пор являешься достаточно актуальным человеком в этом гнилом мире российского шоу-бизнеса. Как так можно выстроить ситуацию так, что ты смотришь на миловидную женщину и у тебя вот рефлекс такой, как будто ты только что аземпик в кого? У меня вопрос такой, давайте похихикаем. Storytime от вас, флетников. В комментарии напишите ваши встречи с публичными людьми и как они были, эти встречи. Вам понравилось? У вас все не так. Вы приятно удивились, насколько человек, с которым вы пересеклись, я не знаю, подали кофе, пересеклись в магазине или что-то. Вы приятно удивились, насколько человек хорош? Или у вас до сих пор отреберет от того, какое разочарование у вас после встречи с этим публичным человеком, которым вы пожалели, что встретились? Давайте порассказываем друг другу интересные истории. Думаю, будет интересно всем. Самые интересные истории может даже бабочка с пленником и озвучит следующих сплетников. Я всех обожаю сплетники. Спасибо огромное всем, что терпели мой сбитый график во время этих летних каникул. Ни одного дня не пропустили, да, один день пропустили, но все равно это был стрим. Позавчерашний стрим и он был крутой. Поэтому спасибо всем, кто терпели мой сбитый режим выкладки видео. Спасибо всем за терпение, спасибо всем за подписки. Я вас всех очень-очень обожаю. Вы самая крутая аудитория. Огромное, благодарны всем спонсорам, дорогие мои. Спасибо всем, кто шлет нам донаты через... Супер спасибо. Спасибо всем, кто кидает донаты через бусты. Кидает донат через бусты. За мной вы всегда получаете видео-открытку специально для вас записанную. Поздравляем днем рождения, с годовщины. Просто привет от Антона Эс. Наш форум благодарен за ваши щедрые донаты. А вообще прошу, донаты отправьте в свой местный приют для бездомных животных. А в случае с папочкой сплетников я вас очень прошу. Никогда ничего не прошу, но это прошу. И если вы живете на территории, на свободной территории, где YouTube пока проигрывает рекламу, Европа, Америка, Азия, Украина, Казахстан и реклама проигрывает со временем моих роликов, не потратив ни копейки, лишь 40-60 секунд вашего времени. Вы очень поможете папочке сплетнику производить видео на этом канале каждый ваш день. Я вас всех обожаю, милые мои. Спасибо всем за внимание. Всем хорошего лета. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok